Здравствуйте, туристы и милитаристы! Буквально сейчас у меня начнется скоро кухонный тест Иштар от Кьюби Найф. Вот таким вот образом, как мне удобно, я раскрываю нож, потому что, честно говоря, все-таки у меня не совсем заточены мои колбаски для того, чтобы раскрывать нож за вырез в клинке. Но зато вот так вот совершенно спокойно все перехватывается. Вот это однорукое раскрытие обеспечено. Ну что, вот эти вот буковки, вот эта вот надпись, она гарантирует, что в коробке что-то чрезвычайно интересное. И поверьте, в очередной раз из Ламни пришла посылка, которая прям вах! Здесь один нож очень интересный, один нож наикрутейший и один нож просто прекрасный! Погнали! Давайте раскроем! Причем, обычно ламнийские посылки я раскрываю таким ковбойским движением, просто вскрываю этот шнур, но в этот раз я решил аккуратно раскрыть коробочку с этой стороны, вырезать ножом, потому что у меня в планах эту коробку использовать потом еще. Ну что, давайте достаю из широких штаней, даже не знаю с чего начать, давайте я начну с феркса. Феркс это нож, который, честно говоря, зажопило, прислать мне компания Fox Nives на зарубу, даже не зажопило, а я уже рассказывал, что... Я же не рассказывал, я вам это расскажу в обзоре ножа Core Fixed. В общем, компания Fox Nives прислала на зарубу нож Core Fixed, но я решил, что, ну, как говорится, вы еще не всех моих возможностей знаете, ребята, и обратился за помощью в Ламнию, и спасибо огромное ламнийцам за то, что они помогли. Почему? Потому что феркс пойдет в зарубу, скажем так, я не могу сказать, что лично от меня, потому что я, во-первых, совершенно не уверен, что он там что-то выиграет и так далее, мне это тоже очень интересно. Дизайн Томаза Румичи, вот такой вот у нас держатель для бит. А к чему биты, спросите вы? А вот к чему. Здесь у нас такие резиновые кольца. Вот так все это выглядит. Здесь спрятаны две битки. Кольцо с карабином. Все очень технологично. Халф серрейтор. Полусеррейторный клинок. Пару раз зацепил кожу. Чувствуется, что очень острый. G10 на рукояти. И кальдексные ножны. Вот такие вот на теклоке. То есть, мне этот нож невероятно любопытен, невероятно интересен. Это довольно свежая новинка компании Fox Knives. И здесь все вот эти вот детали, все вот эти вот нюансы, мы, конечно же, будем рассматривать в обзоре. И пожелаем ему удачи в зарубе. В общем, феррукс. Такое вот чудо. Дальше. Дальше. Плам-пам-пам. Ну, хорошо. Пускай будет снова нож дизайна Томаза Румичи и производство Fox Knives. Это... Надеюсь, что ничего не перепутали, потому что правильно. Да, именно. Вот оно. Вот оно. Это Эль Капитан. Вот такая вот лопата. Вот такая вот просто сковородка. Вот такая вот невероятная ножа жара. М390 на клинке. Здесь, вы знаете, ребят, что-то порядка, по-моему, 200 евро стоит этот нож. Здесь одной М390 на полторы сотни. Ну, и плюс, конечно же, Томаза Румичи. Я даже не знаю, я не буду кричать, что это там какой-то ответ, там, колл стил или еще чего-то, но Эль Капитан выглядит просто наикрутейше. Несколько версий есть этого ножа. Я вам все расскажу обязательно на обзоре в ближайшее время, потому что такие ножи у меня бегут на обзор вне, скажем так, вне очереди, по блату. Почему? Завораживает. Вот верите, нет. Томаза Румичи реально, реально крут. Ну, все больше и больше я в этом убеждаюсь. И, тя-дам, не забываем о том, что есть у нас такой товарищ, как... Ой, как приятно, ребята. Ну, я, честно сказать, в общении славнее и в долгу не остаюсь. Как говорится, старый Таллинн и Исловский шоколад довольно популярны. Так вот, совсем недавно у нас была суперновинка этого года нож Катла дизайна Vox Desper. Сейчас Vox Nis. И сейчас, видите, вот на этом самом... На распаковке совершенно откровенно показываю, что нужно добрасывать флип. Так вот, нож, который приехал сейчас, честно говоря, он более ранний и мне в каком-то смысле он нравится даже больше, чем в Катла, но не во всех смыслах. Это Кайоми. Вот такой вот красавчик. Но вот согласитесь, он ли не прекрасен? Здесь есть все, что так любит Vox. Широкий клинок с дропом, мощнейший дол. Ну и все вот эти вот моменты, конечно же, я вам расскажу, объясню в обзоре. В общем, прошу любить и жаловать. Вот такие вот три, на мой взгляд, просто охренительных со всех сторон ножа. Будем посмотреть. Канал Архадыр. Все самое интересное впереди. И на зарубу еще едут-едут ножи. Порядка 16 ножей. Я даже думаю, что скорее всего еще что-то добавится, потому что сейчас некоторые проснулись. Но вот тот же самый Ferox, например, для меня лично был очень интересен именно своими вот этими вот всякими фишками, вот этими своими всякими интересными новшествами. Ну и, конечно же, классика от Vox. Это тоже очень круто. Все. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Начинаю резать. Продолжение следует.